Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Встретились, поговорили» В студии работает Константин Ранс Вадим Родионов Звукорежиссер Евгений Копеин А в гостях у нас главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов Здравствуйте Здравствуйте Вот в заставке нашей программы звучит фраза «Значит, что самое страшное, самое страшное – это начать бояться» Вот не боитесь? Пока не получается А не получается? Стараюсь, но не получается На самом деле, сегодня в России журналисту Ну вот мы об этом постоянно, конечно, видим какие-то сообщения И то, что произошло на «Эхо Москвы», нападение на журналистов Танев Пельденгауэра Тоже вот все это, конечно, шокирует Но, тем не менее, можно ли говорить о том, что сегодня журналисту в России работать опасно или безопасно? Вообще журналистика – это опасная профессия по миру, я должен сказать Это вторая после шахтеров мирная профессия, где Ну, по количеству нападений, убийств, искалечений, по профессиональности После шахтеров вторая мирная Проблема не в том, в России, на мой взгляд, что это опасная профессия, но в конечном итоге всегда ее можно поменять И в других странах на журналистов нападают Шарли Эбдо, вот вам пример самый уж такой очевидный Проблема в том, что, как правило, в России эти дела очень плохо расследуются Ну, недавно с Дмитрием Муратовым, которые «Новая газета» говорили, да, там, они должны, ребята, сегодня или завтра получить сахаровскую медаль Журналисты «Новой газеты», именно на них падает большинство журналистов расследований, большинство убийств, искалечений и так далее Проблема не в этом Вот сейчас скажу циничную вещь, как главный редактор Проблема в том, что эти дела плохо расследуются Из 17 погибших журналистов за последнее время в России и искалеченных за последние, там, 12 лет По-моему, только одно дело доведено до конца, где были найдены заказчики и так далее, и так далее Все остальное в лучшем случае ограничивается исполнителями В худшем случае исполнители сомнительны, да, как в случае с Политковской Поэтому в этом проблема безнаказанность А если это безнаказанность, да, то это будет воспроизводиться Собственно, вот о чем идет речь А в чем причина? Почему эти дела не расследуются? Потому что элита России, начиная с президента, не считает журналистику значимым институтом общества А считает политическими проститутками И, собственно говоря, мой первый разговор с Путиным, когда он уже был избран президентом Не вообще первый, а первый президентский, с молодым президентом Путина Я был молодой главный редактор Там ему 17 лет назад, был август 2000 года И из этого разговора нашего один на один, он был длинный-длинный Я понял для себя, это не он сказал, я понял для себя, что он журналистов и журналистику считает инструментом, а не институтом Ну, отношение к инструменту какое? Затупился, выкинул, да, грубо говоря Ну, сломался, купил другое Это не институт общества, да, это инструмент в руках владельца Если государство, государство, если олигарх, олигарх там Ну, вот, мне кажется, что он до сих пор так думает И как раз недавно комментируя историю с нападением и попыткой... Какое нападение? Попытка убийства Татьяны Фельгенгауру, моего заместителя Он же сказал, а при чем тут эхо? Эхо существует на государственные деньги Что неправда Но, тем не менее, вот это его видение Мы же государственные радиостанции, при чем тут, да, напалены журналисты Государственные радиостанции, что-то государство не мычит, не телится Хотя, я вам должен сказать, что нынешняя ситуация следствия, я доволен, да Несмотря на то, что президент публично выдвинул одну версию Одиночка, психа, да Следователь рассматривает все Следствие рассматривает, насколько я знаю, на сегодняшний день все версии В том числе и те, которые... элементы версии, о которых я им сообщил Поэтому мы ждем результата Как вы узнали об этом нападении? Потому что оно было неожиданно Есть видеокадры, где вот тоже, ну, видно, что вы достаточно растерян в этот момент Ну, естественно, растерян Вот как вы узнали о том, что случилось? Ну, ко мне вбежал мой первый заместитель Володя Варшламеев Потому что за три минуты до этого закончилось еженедельное наше совещание Где и был и Володя, и Таня, как мы всеми заместителям Он сказал, на Таню напали с ножом посетители Я выскочил, побежал по коридору Но в это время она уже была в лифте Ее очень быстро эвакуировали Она побежала, и мои ребята ее быстро эвакуировали Я вбежал в комнату гостевую И увидел лежащего на столе человека На котором верхом сидел охранник радио и охранник мой Ну и дальше я уже немедленно поставил в известность тех, кого я должен был вставить в известность В первую очередь врачей, да, и во вторую очередь правоохранительных органов и администрацию Как Татьяна себя чувствует сейчас морально и физически? Ничего не могу вам сказать То есть физически там все починились, так можно сказать Она сейчас восстанавливается Я ей сказал, что ты вернешься на эхо И не ты будешь решать, не я буду решать, будут решать врачи Не редактора решают, какой человек выздоровел, какой нет Поэтому как только я в контакте с ее врачами Как только врачи скажут, что она постепенно может возвращаться У нее же очень много функций Она и мой зам, она и ведущая, да Она ведущая утреннего разворота, она ведущая интервью, да Она заменяет на программу Как только врачи скажут, что вот это сейчас, а вот эту часть она может делать Это она может делать на удаленке, это она может делать в студии Мы ее ждем Когда случилось убийство Бориса Немцова Многие говорили о том, что причиной этого убийства стала атмосфера ненависти, которая создана И, в общем-то, многие говорили о том, что не Владимир Путин его заказал Хотя были и такие версии, но тем не менее склоняются к тому, что вот как раз ситуация способствует вот такой некой неадекватной Или, может быть, почему-то мне неадекватной реакции на какие-то события Вот история с Фельденгауэр Это, на ваш взгляд, тоже вот эта причина атмосферы вот этой всеобщей ненависти? Знаете, я не хотел бы распространяться, потому что я давал показания следствию И высказал свои соображения, которые, насколько я знаю, приняты во внимание Но могу вам сказать, что я, например, передал следователю, что после репортажа на государственном канале Именно про Татьяну в первый раз было сделано Это на России? Да, который назывался «Эхо Газдепа» Именно про Татьяну Я привык, про меня давно все делают Но вдруг почему-то делается про одного из моих заместителей «Эхо Газдепа» Такой ложный сюжет, он абсолютно ложный Мы установили 17 фактических неправильностей, ошибок Не мнений, а ошибок Мнения могут быть любые Сразу после этого на следующий день и на следующий день Утром на пейджер Татьяне на смс-ками стали приходить угрозы На служебные, когда она вела эфиры Просто в разы обычно там, ну какие-то сумасшедшие звонят А тут пошло какой-то вот наплыв И это все закончилось этим нападением, этим покушением на убийство То есть являлась ли этот репортаж подстрекательством А в России есть статья Уголовного кодекса 33 Называется «Подстрекательство» Или не являлось это уже дело следствия Но я сообщил о том, что мое мнение В том, что подстрекательство со стороны тех, кто сделал заведомо ложный Еще раз Заведомо ложный репортаж Заведомо ложный То есть там говорили Татьяне, что она там была Ее там не было Говорили, что она там встречалась с этими Она не встречалась Говорили, что там были американцы, их там не было Ну и так далее, ложный, да А вот пусть следствие и посмотрит Могло ли это являться подстрекательством Вот, кстати, я хотел Наши радиослушатели Они просили задать такой вопрос Один из вопросов Что сейчас вообще делать с потоком информации В которой действительно очень трудно отделить Заведомо ложные сообщения От ошибочных сообщений И сообщений, которые могут Трактоваться двояко И в том числе Как бы развитие этого вопроса Следующий Раньше было популярно Говорили, вот есть журналист спортивный Есть журналист международник Есть журналист по культуре Есть там научный популярный И прочее, прочее Сейчас очень часто получается Что журналист, который не является Как бы Нет специализации такой ярко выраженной И в результате этого Человек, так скажем Гуманитарий Начинает рассказывать Как он представляет себе Например Экономические вопросы Либо какие-то научно-технические Причем совсем узкие Научно-технические Как вот, например У нас в Матве Вопрос разжижения Или дегазации Сжиженного газа Вот в Литве И там начинается просто путаница Там человек-специалист путается А тут получается Что путается журналист И вот возникает вопрос Как определить Это случайно он-то спутался Либо это, собственно говоря Он специально воспользовался этим Чтобы донести Заведомо ложную информацию Вообще Как быть в наше время Очень просто Вам абсолютно не обязательно Знать причины По которому журналист ошибся Вы работаете с тем Что он вам дает Грубо говоря Существует, как вы знаете Информация Существует мнение Первое, что нужно делать Такая информационная гигиена Я бы сказал И то, что, скажем Я учу Своих журналистов Которые пользуются Другими медиа Это отделять мнение от новостей Я, например, считаю Всю жизнь считал С пятого класса Считал, что земля стоит На трех китах Это не информация Это мое мнение Верите в это Не верите Земля стоит на трех китах Я даже не буду обсуждать Она круглая Стоит на трех китах Все, до свидания Да Это мнение Оно может быть ошибочным Может быть, там У меня было тяжелое детство Или хорошие книги Не имеет значения Почему у меня выработалось Такое мнение Первая история Поэтому первый шаг Понимать Вот это мы вам говорим Факты Вот это говорим мнение Вот как и с историей Татьяны Мы специально провели Полную расшифровку Репортажа Государственного канала Значит, там, где были Оскорбления Оскорбления Где она называлась Агентом Газдепа Это мнение Мы не можем про это Агент Это слово такое Но там, где говорят Что деньги получают Это факт Значит, слушателям Читателям Затем Надо отличать Мнение от факта Это первая история Вторая история Заключается в том Что даже среди специалистов Когда вы приглашаете Специалистов На какой-то вопрос Даже точный вопрос Вот рутеневое облако У нас в Челябинске Куда я поеду На этой неделе Ну, на следующей неделе Даже специалисты Приводят различные истории Но факт Он был или не был Было облако или нет Было Превышение было Было Допустимые нормы Превысило Не превысило А дальше сами решайте Не надо читать Идиотами слушателей Сами сделают выводы Наша задача Наиболее полно Предоставить информацию Из этого следует Третий вывод Просто надо информацию Собирать не из одного источника Вот и все Здесь, кстати, ведь Слушатели сейчас Об этом тоже очень часто И много говорят В том числе и специалисты Ищут то, что он хочет услышать Соответственно Он ищет вот эту зону комфорта Но насчет его дела Это его трудности Я напомню, что слушателям Информация нужна Для принятия решений Для выборов Пойти ли в кино Взять ли сегодня зонтик с собой Да, информация для чего нужна Для какого-то вывода Значит, если вы делаете ложный вывод За это отвечаете вы Если вы не можете собрать Несколько источников информации Если вы слушаете там Только Венедиктова А потом Вы Венедиктова не ругайте Потому что все, что я говорю Я говорю всем одинаково Да Неважно, кто у меня слушатель Слесарь, президент Моряк Да, там Или девочка с панели Или дальнобойщик Это неважно Я всем говорю одинаково А ваше восприятие Это искажает Поэтому Вам мало Венедиктова Вы должны еще это Это, это, это Сложили, получили А если вы послушали только Венедиктова На основании его мнения Приняли решение Это ваши трудности А не мои Насколько тогда В этом контексте Можно говорить о том Что российские федеральные каналы И отдельные программы Например Воскресный вечер С Владимиром Соловьевым Являются пропагандистскими Здесь вот В Латвии И вообще на Западе Очень популярны Очень легко Очень легко Там есть разные точки зрения Нет, подождите Не очень легко Значит, да Там есть разные точки зрения Мокрее, мокрее Еще мокрее Это мы все знаем Значит, чем пропагандист Отличается от журналиста Пропагандист сначала Ставит цель И к ней подтягивает Может быть даже Правильные факты Остальное убирает Да, вот есть цель Албания Страна наркотиков Вот у меня задача Всем показать Что Албания Страна наркотиков И вот все Что про это Я собираю А все, что противоречит Этому Я отвергаю И не даю Значит, журналист Невзирая на последствия Выкладывает У него нет цели У меня нет цели Понимаете Вернее, у меня есть У радио нет цели Наша цель информировать Идет дождь Мы говорим Идет дождь Идет снег Мы говорим Идет снег Вот там собирается Какая-нибудь Проправительственная Пропутинская демонстрация И в это время Должен пойти дождь с градом Мы даем все равно прогноз Хорошая погода Значит, хорошая погода Люди примут решение Собираться Плохая погода Плохая погода Пусть люди принимают решение Собираться или нет В этом же задаче Нет никакого Ответственности В этом смысле За результат Действия людей Которым ты сообщил Полную и правильную информацию Это их ответственность И больше никого Вот эта разница Между пропагандистом Который ставит цель И к нему притягивает факты И журналистом Который публикует факты Не имея никакой цели Но есть точка зрения О том, что пропаганда Тоже может быть разная Может быть пропаганда Здорового образа жизни И кстати тоже Да, это цель Конечно Сегрегат Сахар вреден Сахар вреден Поэтому что? Сахар вреден Это правда Но это не полная правда Вот история Владимира Соловьева Которого я уже упомянул Недавно взял интервью У Ксении Собчак По крайней мере Назовем это интервью Интервью Да, вы смотрели его, кстати? Да, я посмотрел потом Какие ощущения у вас Вот этого? Никаких ощущений У меня нет Я не смотрю Владимира Соловьева Никакого там интервью не было Но там был диалог Я не знаю такой формы диалог Форма я имею ввиду журналистской Диалог Батл Это не журналистская форма Батл это когда два человека на равных Говорят Ну теперь Ксения должна пригласить его На свой ютуб канал И провести этот батл Ну если на другой площадке А ничего нет Я ничего нового не узнал Кроме того, что У Ксении стальные яйца Ну то есть согласны с тем Что она держалась Хорошо, потому что мнения В фейсбуке Она держалась Нет Те, кто в фейсбуке Пишет, что она Не держалась Они просто Что они хотели Чтобы она там Ткнула в него Ножом в горло Как бы нет Она держалась Хорошо Ну вот посещение Ксении Собчак Телеканала России Программы Владимира Соловьева От которой Многие ее отговаривали Оно пойдет на пользу В общем-то Оно пошло на пользу Потому что Оно пошло на пользу Потому что Количество людей Которые смотрело Это в семь раз Превышало Обычное смотрение Соловьева То есть Даже в Москве Я вам могу сказать Рейтинги В Москве Эту программу Смотрело От начала до конца Более 700 тысяч человек Обычно 100 тысяч Смотрит в Москве Это воскресный вечер Да То есть На самом деле Они пришли на Ксению А не на Соловьева И значит Этим 600 тысячам Она чего-то сказала И все зависит от того Что она хотела достичь Видимо достигла И мы видим Как после этой программы Люди в ее стороннике Стали там За один час Записалось 10 тысяч человек Это только по Москве Да Смотрела По стране там Умножайте на 3,5 Легко Ну 4 даже Может быть А как вы восприняли Выдвижение Ксении Собчак В качестве кандидата Ну я не скрою Что она Со мной Не то что консультив Как она мне сказала Я был второй человек Который узнал Что она вот Хочет это делать Надеюсь Что первым был муж Вот Да Я был очень скептичен Я ее не отговаривал Потому что я взял За правило Высказывать мнение А не давать советы Да Вот Я ее отговаривал Я был скептичен Я ей говорил о том Что власть попытается Сделать из нее Такое копье Против Навального А Навального Таким копьем Против нее Это задача Стравливания То есть Не важно Соглашуешь Что ты это с властью Не согласуешь Важно Что в Кремле Сидят неглупые люди Они попробуют Вас натравить Появится шанс Кого-то натравить Из тех Кто был вместе С Навальным На Болотной В Координационном Совете оппозиции Натравить на него И они попытались Это сделать Мы это все видели И первая реакция Алексея Анатольевича Была очень резкая Сейчас он так Правильно делает Ждем регистрации Куда будет регистрация Кого зарегистрация Тогда и будем говорить Сейчас это все Бла-бла Но Она приняла решение Но она Это ее решение Это ее решение Причем тяжелое Я ей говорил Представляешь Сколько говна На тебя выльется Она говорит Слушай Ты говоришь Чеку Который вел Дом-2 Что меня еще Может испугать Я говорю Ооо Президентские выборы Такая штука Такие скелетики В шкафах Там найдутся Десять внебрачных детей Не-не Будут приходить С криком Мама-мама Бросаться там На встречах Будут приходить Специально заготовленные люди Которые Будут говорить Что ты у них Украла детство Ну что-нибудь такое Ну так все и происходит Грубо говоря Пока еще в лайт Потому что Еще регистрация не прошла Но она приняла решение Я не знаю Ни одного человека Который сказал Да-да-да Молодец ты Из ее Там окружения Из ее знакомых Из ее друзей Когда последний раз Мы с ней встречались Она мне сказала Что она Должна Идти снимать Путина Про Папу Про Анатолия Александровича За неделю Я говорю Ты мне только скажи Что ты меня спрашиваешь Ты решила Вне зависимости от того Что он скажет Она говорит Да Я решил Я говорю Тогда у меня к тебе совет Во-первых Не проси у него разрешения А просто проинформируй его Да Если хочешь Прости совет А во-вторых Вот как моя жена Когда вот с таким видом Ко мне подходит Я ей говорю Твое любое решение Я ей поддержу Твое любое решение Что скажешь Я говорю Будем ходить на руках Будем ходить на руках Только больше Мозги мне не пудри Ты уже решила Тебя не отговорить Да И вот там была та же история Она абсолютно железная В этом смысле Но ей дали зеленый свет Потому что она появилась На России Появилась на Первом канале Хватит сказать Что зеленый свет Дали не ей А каналам Все-таки Но она здесь при чем Могли дать Могли не дать Но соответственно Значит так называемое Разрешение Если это можно так сказать Конечно разрешение Конечно каналы Впрямую управляемы Кремлем И конечно в Кремле Я думаю что история в другом В Кремле не знают Многие как с этим поступать Потому что понятно Что Ксения Собчак Знакомая семьи Путина И Путин знаком семье Ксении Собчак И дать плохо Не дать тоже плохо То есть люди оказались В неловкой ситуации Неловкой Она своей кандидатурой Поставила всех В неловкую ситуацию Я хотел сказать И сторонников Навального И сторонников Путина И администрацию президента И ведущих И директоров Федеральных каналов Может быть в этом Была ее задача Как она говорит Перевернуть доску Ну ей пока это удается Посмотрим что будет дальше Вот еще такой вопрос Возникает Тут глядя со стороны В России Ну понятно Что единая Россия Это как сказать Надежда бюджетников Но в всяком случае Так представляется На право-либеральном фланге Сейчас уже получается Два игрока И Навальный И Собчак Ну все-таки Навальный Лево-либеральный фланг Давайте уж совсем быть Он левый конечно Он никакой не правый Вот Собчак Это правый Поэтому я и говорю Что у них разный электорат В основном конечно Он пересекается Вот Собчак говорит Никакого пересмотра Прибатизации Да Частная собственность Священная И неприкосновенная А Навальный говорит Украли всего Взять Забрать И перешить По справедливости Это разные электораты Да Это разные Разные кандидаты У разных людей Это очень интересно А нет единого восприятия Оппозиция И провластность Ну у нас Слюганов оппозиция Ну прекратите У нас Жириновская Как А ну вы же сказали Слово конечно оппозиция Такая упрощенная модель Может быть черное-белое Нет Я здесь у левых наших Услышал такую фразу Вообще такую точку зрения И не только здесь В Финляндии тоже говорили Что коммунистическая партия Современная в России Но это уже далеко не коммунистическая партия Они вообще Я видел как Зюганов на Хаммер ездит Бог с ним Вот ты можешь себе представить Лейна Который бы целовался С патриархом Тихорным Могу Я думаю что такая Если бы нужно было для дела То да Было бы возможно Сейчас мы прервемся на новости и рекламу Потом вернемся и продолжим У нас в гостях сегодня главный редактор Радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов Оставайтесь с нами Мы продолжаем Эта программа Встретились, поговорили В студии работает Константин Радз Вадим Родионов Живко-режиссер Евгений Копейнов В гостях у нас главный редактор Радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов Звоните нам по телефону 6-7-2-12-93-9 И 6-7-2-13-93-9 Также используйте наше приложение «Микс Пробел Медиа Пробел Радио» Для смартфонов Там есть кнопка автодозвона Один клик И вы в прямом эфире Начнем эту часть программы Со звонка у нас на линии радиослушателей Здравствуйте Мы вас слушаем Добрый день Господин Иведиктов Вот с одной стороны «Эхо Москвы» С другой стороны «Киселев», «Соловьев» Если по персоналиям Вот у вас Ларина, Красовский, Белковский, Шенгарович Альбат Там, ну как я назвал Соловьев, Киселев, Куликов Ну Вот понимаете Люди из одной среды Одна социальная Ну прослойка Или как это назвать И абсолютно разное понимание Что такое хорошо И что такое плохо Вот белое, черное Справедливость, добро То есть вот как это может быть В наше время Когда нету социального расслоения Когда там революция То есть бедные Истребляют богатых И наоборот А когда люди С одной и той же среды Абсолютно по-разному видят Происходящее То есть даже Значит вот в наше время За это убивают Вот в данный момент Мы разговариваем На Украине убивают То есть как это может быть Вот я искренне этого не понимаю Если вы задавали К этим вопросом Как вы на него Можете ответить Всего хорошего Спасибо вам большое Ну единственное Значит замечание Что господа Киселев и Соловьев Являются сотрудниками Соответствующих радиостанций И телеканалов То есть являются ведущими Господин Красовский Белковский Альбат Шендерович Это гости Я просто хотел бы Обратить ваше внимание Что это гости Да поэтому Вы хотите чтобы я комментировал Мнение наших гостей Это будет сомнительно Это первая история Вторая история Ну как вы знаете Вот я Довольно долго увлекаюсь Историей древнего Рима И вот сидели сенаторы Одного происхождения Ну имеется ввиду Да Одной социальной среды И по-разному Относились к Цезарю По-разному Относились К войне с Карфагеном По-разному Относились К закупкам зерна На Сицилии И в Египте Люди По-разному Понимают Что такое хорошо И что такое плохо И задача В дискуссиях Внутри одной страны Или внутри Там я знаю Даже одной радиостанции Да Приближаться К аргументам Которые убедительны Для всех Ну не для всех Конечно Потому что я всегда говорю Радио должно Ставить вопросы А не давать ответы И Там Ну словно говоря Больше хорошего Сделал Ленин Для России Или плохого Вот у нас вот Дилетант вышел Предпоследний О котором сегодня С Димей Быковым Будете говорить У нас там В заголовочке Ленин спаситель России Которая конечно Рушилась в 17-м году Или предателя России Да И люди разные Дают разные ответы А что тут удивительного Я думаю Что у вас в семье Уж совсем близкие люди Да По-разному решают вопрос Как правильно воспитывать детей А если вегетарианец Не вегетарианец Наверное По-разному Голосуют По политике По-разному Относятся к ситуации На Украине И в Крыму Слушайте Ну это Человеческая натура Но я просто Еще раз хочу вам сказать Что я разделяю Пропагандистов Которые ставят цели Которые даже не сами ставят А им ставят цели И люди Которые приходят Со своим Даже ошибочным мнением На чем-то основном У людей По мнению Почему вы так считаете У пропагандистов Это спросить нельзя Потому что Все так знают Вот их ответ Я бы не стал сравнивать Господина Белковского С господином Соловьевым Это оскорбительно Для господина Белковского Ну а есть коллеги Журналисты Пропагандисты Или люди По крайней мере Которые называют себя Журналистами Которым вы не подадите руки Слушайте У меня вопрос Рукопожатности Вообще Никоим образом Не занимает Я считаю Что мы Как хирурги Принесли тело на стол Изволь вынуть пулю Не спрашивая Сколько у него детей Бьет ли он жену По воскресеньям Пьет ли он алкаш Да у тебя работа И вопрос Рукопожатности Это вопрос Так же как вопрос Хирурга Не профессиональный Приглашу ли я Соловьева Когда его выгонят Нет не приглашу Мне его Профессиональные качества Профессиональные качества Это не только умение Да Это этическое качество Кажется антиэтическим Аморальным Но вы не пригласите его на работу На работу А в гости На интервью В гости конечно Не в гости Если он станет Предметом Информационного сообщения Например Против него возбудят Уголовное дело Или у него Отнимут итальянскую резиденцию Где у него собственность И он резидент Италия Конечно мы позовем Ну как Человекам что-то случается Мы зовем Что-то общественно важное Выгонят с ВГТРК Да Конечно Я всегда им говорю Все ваши адвокаты В случае вашей посадки К нам Welcome Вопросы из интернета Которые мы активно получаем Вот наши читатели И слушатели Интересуются Когда в эфир вернется Карина Орлова Карина Орлова Находится в эфире Она участвует В передаче В частности Дорожная карта Она дает комментарий Это наш корреспондент В Соединенных Штатах Америки В свое время Она была эвакуирована Это же не первый случай К Москве Я не буду ждать Когда на моих журналистов Будут нападать Но бывает вот так вот С Таней Не смог А Карина Были угрозы Реальные Более того Ей предлагали Государственную охрану Министерства внутренних дел То есть К угрозам Отнеслись серьезно А я серьезно Отнесся Более серьезно Чем министерство И решил Что поскольку Была возможность Ее по личным причинам Да Была возможность По личным причинам Я говорю Все езжай там Туда И будешь Моим корреспондентом Там Она аккредитована В Штатах От Эхо Москвы Сколько сотрудников Эхо Москвы Эвакуировано Как вы говорите То есть Угрозы Были Поступали То есть Я анализирую Угрозы Естественно Есть масса людей Но мы все Получаем угрозы Послушайте Нужно закрываться И уезжать Да Но мы же не медуза И в этом смысле Что это не вопрос Угроз Да Пока мы можем Работать Как медиа В Российской Федерации Пока мы можем Работать Как российские Журналисты А не русскоязычные Журналисты Мы будем работать В России Если часть людей Вынуждена работать На удаленке Она также будет работать На удаленке Ксения Ларина уехала Но часть своих передач Она ведет по скайпу Там где это можно Там где технологически можно Технологии будут развиваться Значит все будет вести По скайпу Им не удастся нас запугать И мне абсолютно все равно Откуда выходят мои журналисты Вот сейчас Сергей Пархоменко Который не совсем Мой журналист Но у которого есть передача На Эхо Москвы Его пригласили На несколько месяцев В Вашингтон В институт Там смотреть Как действует Изучать Как действует Американская демократия Окей По скайпу Его передача Будет таким же образом Выходить И я надеюсь Что сохранить Ту же слушаемость И те же рейтинги Этим не запугать Еще один вопрос Из интернета Общаетесь ли вы С Лесей Ревц Да Мы общаемся С Лесей Ревц Во-первых По переписке Во-вторых У нее пиар-агентство Вот недавно Я ездил в город Омск По ее приглашению Она там Мне устраивала Масса встреч Ну Не в смысле Эхо Но мне Да Общаюсь А вот Возникает Еще такой Вопрос Скажите Пожалуйста Когда вы Говорите О том Что Вы Таким образом Вот выводите Журналистов Из-под удара Вы можете себе Представить Обратную ситуацию Что угрозы Могут поступать Журналистам С другой стороны Вот те Которые Сейчас Придерживаются Прогосударственной Позиции Что они Могут быть Тоже Я могу себе Это представить Но я главный Редактор Эхо Москвы И думаю Журналистов Эхо Москвы Нет Ну это понятно Просто у вас Опыт положительный Опыт отрицательный На самом деле Надо понимать Что Еще раз повторю В нашей профессии Защита Весьма призрачная Они весьма призрачные Они во многом Психологические И мы сейчас там Укрепляем безопасность На станции То все Пятое Десятое Но мы понимаем Что это психологический Момент Потому что мы видели Как отчек Он напал сначала На охрану Прорвался через охранника Да А мог бы и по другому Пройти На эхо Как правильно говорят Эхо проходной двор Потому что полно гостей Полно слушателей И это открытость Она все Или надо закрываться Вот сейчас В Шарли и Бдо Просто так не войдешь Там постоянно Несмотря на то Что журналисты Шарли и Бдо Просто раздирают Собственного президента Да Макрона Собственное правительство Там каждую неделю Карикатура на него Причем Такого Я бы сказал Такого Радикального свойства Тем не менее Государство Именно государственная полиция Стоит вокруг Вы не войдете туда Даже по договоренности К вам могут выйти А вы не войдете А с чем причина Почему российские чиновники В первую очередь Такие чувствительные К тому Что про них скажут Ну я не знаю Все чувствительные Я думаю Что все чувствительные На самом деле Просто существуют Правила Институции Да Которые Которые Ограничивают Их возможности Ответить Журналистам Существует Решение судов Прецедентные решения Европейского суда О праве журналистов Да И об ограничении Права чиновников На частную жизнь Например Я вам могу сказать Что для меня было удивительно В этой трагедии С Татьяной Когда на нее Напали И попытались ее убить И это не получилось Это реакция Некоторых чиновников Которых Татьяна Совершенно яростно Критиковала На протяжении Последнего Полугода Вот просто яростно Критиковала И эти люди В первую очередь Оказали Существенную помощь А для спасения Татьяны И Б для ее охраны Ну а сами У нас даже в голове не было У меня не было точно В голове Звонить Кому-то из них Да Но То что делали Она недавно об этом Сказала интервью В Вашингтон пост Да То что сделал мэр Москвы Собярин Которого она критиковала Несколько часов в день Вот за все Вот если вы посмотрите Вот за все Сам Я даже не успел позвонить Даже не собирался То что сделал министр Внутри дел колокольцев Которого она критиковала За все То что сделал Скажем Игорь Шувалов И предложил Еще много людей Так что чиновники Чиновниками Да Но тем не менее Отношение человеческое Я думаю Это все одинаково Звонок у нас Давайте примем Здравствуйте Вы в прямом эфире Говорите пожалуйста Добрый день еще раз Ну ваше мнение Насчет того Что пропагандисты Преследуют цели А журналисты Значит просто Ну освещают события Она в принципе Очень Ну конкретная И сжатая Я абсолютно Как бы рад Этому вашему мнению Ваша вот эта Я сказал Сентенция Что Белковского Оскорбления Сопоставления Сравнение Соловьевым Я больше Стаю на взглядах Соловьевых Но опять же У нас у каждого Могут быть свои взгляды Но вот просто Как ярчайший пример А лучше несколько Вот приведите пожалуйста Соловьев Он не только Значит ведущий И преследует цели Идеолог Допустим Допустим Да Он еще и часто Высказывает Очень Я считаю Ну здравое мнение Аргументации Вот если бы я попросил Вас привести Какой-то Конкретный Лучше несколько примеров Вот чтобы Было наглядно видно Как вот они занимаются Пропагандой Он кольцает По Соловьев Вот то есть Да легко Да легко Просто Ну например Например 2012 год Господин Соловьев Выступает В театре В Амхате Да При огромной аудитории Слава богу Это заснято Вы найдете Только идиот Может считать Крым Российским Никогда в жизни Вы что С ума сошли Вы хотите войну Говорит Владимир Рудольф Соловьев За полтора года До Крым Что он сейчас говорит Когда был Крым Потому что тогда Владимир Владимирович Путин Говорил вот эти слова Да Крым Да никогда Кто это придумал Да вы что Значит Изменилась политика Изменилось мнение Найдите это в интернете Получите удовольствие То есть Человек Не имеет своего По этому поводу Мнения А следует за властями В этом и есть разница В этом и есть И все Это знаете Кто же это Габрелянов Да В этом смысле Замечательно сказал Что я не критикую Трипе Президента Премьера И Патриарха Вот это он не журналист Габрелянов Это лайф Это лайф Да Ну вот Слав Какая разница И я конечно Не Соловьева Вет Честно говоря Но если вы возьмете Его мнение Да На протяжении Какого-то времени Вы увидите Я вас уверяю Что когда Если президентом Будет Навальный Или Собчак Или Зюганов Или Жириновский Вы увидите Совершенно другую позицию Вы знаете Каким образом Соловьев Общался с Борисом Немцовым Когда тот был У власти С Ищубайсом А вы знаете Да Что за год Целый год До гибели Бориса Он его травил Травил Да Потому что Его стала травить власть Позор Позорник просто Поэтому Знать неинтересно Вы можете Держаться Точки зрения Такой как Соловьев Так вы За то что Крым Украинский Или Российский Какой-то точек зрения Соловьева Вы поддерживаете Или вы мигрируете Вместе с ним Вот же где вопрос Правильно Или раньше Вы с ним не соглашались А теперь согласились Но это ваше дело Но он-то меняет Мнение как власть Неинтересно Еще звонок Примем Здравствуйте Вы в прямом эфире Говорите пожалуйста Добрый день Наверное в 2012 году В Крыму не собирались Строить натовскую базу Да Такого Такого и мы Ни у кого не было И вот обратно Откуда вы знаете Можно задать вам вопрос Вы откуда знаете Что в Крыму Собирались строить Натовскую базу Вы откуда это взяли Соловьев А ну а вы уверены Что они говорят вам правду Ну я тоже вам верю Я вообще верю Не секундочку Вы знаете Вера не нуждается В доказательствах Люди вот верят Потому что им так нравится Вы сказали аргумент Я вот как бы сказал Это не аргумент Я спросил Откуда вы взяли Вы сказали Вам сказал Соловьев Ну привет Что я могу подсказать Земля плоская На трех слонах Ну хорошо Верьте Я тоже вернусь Вы видите У них в передаче У того же Соловьева Приходит мнение И Ковтон приходит Там Ариэль Такой с Америки Журналист Нет такого журналиста Это не журналисты Это не журналисты И нет журналист Который с Америки Я фамилию сейчас Не скажу На какое издание Он работает Майкл Бом Вы хотите сказать На какое издание Он журналист Какого издания Я сейчас тяжело Да нет такого издания Услышите меня Проверьте Это все Самозванцы Еще раз Самозванцы В Америке Есть журналисты В России Есть руководители Бюро Известных изданий Что-то не приходит Ковтон тоже Как бы кукла А кто он? Все поставные люди Скажите Ковтон кто? Он кто? Политолог Это кто? А кем он был На Украине? Это я сейчас С вами вдвоем Мы придем И скажем Мы два политолога Я не проверял Я просто Ну вот именно То есть приходят Какие-то люди Которые Вы не знаете Откуда они взялись Да? Вы не знаете Кого они представляют Чьи мнения они представляют Да? Каких слоев населения Они значит куклы Подставные Конечно Просто вы сказали Что примеров Масса пропаганды Я пока что услышал Я видел этот видеоролик Что Соловьев говорит Про Крым Да Крым как бы Не может быть Я его видел В интернете Смотрел То есть это было Представление Такое Я повторяю Если завтра Мы будем Обниматься С латышами Он завтра Будет рекламировать Шпроты На российском телевидении А пока он будет Говорит Что они отравлены Рытьеневым облаком Ну что мы Соловьев будем обсуждать Ну что мы будем Обсуждать Ну все с ним понятно Нет просто Я тоже хочу Разобраться Он все время говорит Дайте примеры пропаганды Я не являюсь Специалистом По Соловьеву Он мне глубоко Онезителен Я его не смотрю Спасибо вам За звонок За вашу точку зрения Кстати вот еще Один вопрос Из интернета Который мы получили Процитирую его Таким Как он и есть Не кажется ли вам Проституцией Ваши тусовочки Со всяким Представителем Представителем Путинского окружения В то время как Путин и его друзей Все дали Тут нецензурное слово Критикуют Я его заменяю На эхо Москвы Например Журналисты СНН Отказались прийти На традиционную тусовочку В Белый дом Потому что они еще Не приемлют Политику Трампа Это неправда Журналисты СНН Отказались прийти На тусовочку Как вы говорите В Белый дом Но сначала Трамп отказался Прийти на тусовочку В свой Белый дом Где собирались Разные журналисты Журналисты СНН Отказались прийти Потому что Трамп им хамит. Хамит их журналисту. Это абсолютно солидарная история. Вы посмотрите, что он себе позволяет говорить по отношению к журналисту. Что касается моих связей с властями и с оппозицией, это связи хирурга, я вам еще раз говорю. Я вам уже все объяснил. Это моя профессиональная работа. Привезли тело с пулей. Сначала пулю вынь. А потом разберемся. А потом пусть разбираются другие. Наше дело препарировать. Наше дело. Вот как я могу рассказывать, что собирается сделать российская власть, если я не знаю, каким образом с ней коммуницировать. Это работа такая. Я буду ее продолжать. А что касается других медиа, то есть оппозиционные медиа. Вот есть коммунистические медиа, которые не общаются там с Навальным. Вот они партийные медиа. Вот есть другие медиа, которые говорят, мы не будем с этой частью политического спектра общаться. Но они партийные. Есть и такие медиа. Мы не партийные медиа. Мы не оппозиционные медиа. Мы профессиональные медиа. Разницу понимаете? Помните эту гениальную историю с Рейганом, когда ему всадили пулю в грудь, там через несколько месяцев после инаугурации, его привезли в госпиталь, и он решил пошутить. Обращаясь к врачам, он сказал, а это же Вашингтон, где большинство, понятно, за кого голосуют демократы. Он говорит, я надеюсь, среди вас есть республиканцы, сказал член республиканской партии. Он сказал, хирургам, которые с ножами уже стояли. Это перед снотворным. И врач сказал, мы сегодня все республиканцы, господин президент. Понимаете? Он пошутил, у него это не получилось. Вот и здесь то же самое. Так, надо узнать, вот этот вот депутат, у него какое мнение про гомофобию? У него плохое. Не буду я у него брать интервью по поводу повышения налогов. Ну, что за бред? Ну, что за бред? Давайте еще звонок примем. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Так только что был, сорвался у нас радиослушатель. Тогда я... Алексей Алексеевич, у меня просто вопрос, который я слышал от людей, которые говорили. Что их поражает. Как вы как раз можете общаться с людьми разного, так скажем, политического спектра. Несомненно, у господина Венедиктова есть свои личные, так сказать, взгляды. Но он ровный со всеми. Вот как это ему удается? Секрет какой? Посмотрите, да, три секрета. Секрет первый. Я же был учителем школьным 20 лет, классным руководителем. И ко мне в класс приходили в этот класс 30 разных детей. От разных родителей, с разным... Доставка, с разным уровнем образования изначального. Значит, достатка разного, бэкграунда. Они все разные. Я же не мог сказать, вот этих детей я буду учить, а вот этих детей я не буду учить. Он мне не нравится. Это же бред. То есть, я научился, это было очень сложно для малого учителя, примерять вот эти... Вот класс, я классный руководитель. Разные интересы. Потом приходили родители, которые в два раза старше были меня, на родительское собрание. И то же самое. Они все по-разному там. Будем собирать деньги на шторы, на завтраки не будем. Но, тем не менее, это первая история. Это научило меня слушать людей, маленьких и старших. Вторая история. Я людям говорю в глаза то, что я говорю по радио, как правило. И когда я с ними встречаюсь... То есть, для меня это не спектакль. Если я чем-то недоволен в деятельности, условно говоря, экономической правительства, значит, когда я встречаюсь с Дворковичем на клубе, с Шуваловым, с Улюкаевым встречался, с Гайдаром в свое время. Я говорил, я не понимаю, объясните, я с этим не согласен, там моя бабушка не может купить лекарства, вы что нахрен делаете? Я то же самое говорю по радио. Они знают, что я никогда за спиной не говорю другого. Это вторая история. И третья история. Я публично тем людям, с которыми общаюсь, также задаю те же вопросы, которые задаю не публично. Вот и все. Вот и весь секрет. От меня не ждут подлянки, потому что я всю подлянку говорю и так. То, что они считают подлянкой. От меня не ждут за спиной удара. И правильно делают. Я не меняю своих, конечно, как любой человек, у меня меняются позиции. Я могу сказать почему. Я могу сказать, вот я встречаюсь с генералами, они мне объясняют, что они делают в Сирии, предположим, да? Чисто военно. Я могу им не верить, могу им верить, но у них есть некая штука, некое свое соображение, почему так, а не так. Они меня брифингуют. Я ничего не понимаю в военном деле, я ничего не понимаю в культуре, я ничего не понимаю в экономике, я ничего не понимаю в спорте. Есть масса людей, которые мне объясняют, что происходит, что делают. И в оппозиции, и во власти, и в балете, и в спорте, и везде. Я всегда слушаю с уважением. У меня возникают вопросы, я их задаю. Просто надо уважительно относиться. Или уходи в партию, в партийную журналистику. Вот на их запрещено журналистам быть членами партии. Абсолютно антиконституционный закон. В уставе запрещено. Запрещено и все. Потому что ты не должен выполнить. Ты можешь иметь любые взгляды. Но ты не должен выполнять партийные указы у меня в эфире. Не можешь. Ты можешь выполнять указы только главного редактора. У тебя один генеральный секретарь, он сидит перед вами, это называется. Понимаете, да? В этом успех радиостанции, в этом уважение. Вот я вам сказал про реакцию многих политиков на покушение на Таню. Поверьте мне, совершенно неожиданно. А Собянин просто спас ей жизнь, потому что, могу рассказать, развернул скорую помощь в нужную больницу. Она его повезла на окраину. Он дал команду. Ее повезли в Склиф. А там уже стояла бригада врачей, уже готовая, которую он поднял. Я чего этого не знал? Естественно. Уехали, наскорее уехали. Ее в одежде подняли наверх, бросили на стол. И вот это 15 минут ей спасло жизнь. Кто думал об этом? Кто думал об этом? При этом критика Собянина продолжалась и продолжается и будет продолжаться на тот же день. Потому что то, что он делает, это одно для города, да? А то, что он сделал там по своей воле, поняв, что произошло, это другое. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Встретились, поговорили. У нас в гостях был Алексей Венедиктов. Через несколько минут мы ждем в студии Дмитрия Быкова. Ну что ж, спасибо вам, Алексей Алексеевич, что пришли. Всего доброго. До свидания.